не буду официальничать и делать вид что мы не знакомы сразу скажу что это вячеслав будкевич человек человек совершенно неоднозначный для меня лично в мотомире человек который заставляет по-другому посмотреть на эти два колеса на эту дорогу и ребят на эту жизнь тоже на привет привет волой ты чего-то конечно не перехваливает около 1 по делу давай про живопись тьфу-тьфу-тьфу не сглазить с перехваливанием в расскажи зачем ты здесь и что такое мото зима для тебя как для творца знаешь вот до того как начать интервью мы с тобой говорили ты сказал такую хорошую вещь что нужно рассказать как вот эти вещи приходят в голову вот знаешь как вот я в общем то стараюсь пытаюсь работать профессионально и для себя некую такую знаешь придумал историю что существуют некие такие таноиды которые очень хорошо различаются чеченским глазом глазом человека они как правило состоят из тона цвет им не обязательно иметь если посмотреть вокруг то их много графических таких контрастных вещей то же самое можно увидеть и в мотоциклетном хроме в инструментах то есть красивые детали красивые блики красивые формы которые ты запоминаешь безальтернативно с ними невозможно поспорить невозможно с ними как-то оспорить их там подкорректировать ты увидел и все просто это это не слова которые сказали тебе и ты можешь поспорить это вот такую тебя активная вещь и запоминается и в голове их набирается много со временем вот и вот конечном итоге вот получается вот такие вот картинки когда вот обычные в общем такие ну инструменты кажется тебе не то что железными там инструментами и там которые приходят в голову а именно такими знаками то новыми понимаешь которые достать обладают достаточно мой взгляд энергии ну может быть там можно сделать и лучше но заставляют взглянуть с новой экспрессии на по-новому на экспрессию в этих предметах спрятанную особенно вот в мотоциклах это чувствуется кстати расскажи пожалуйста на чем ты ездишь мне очень интересно и в я думаю что очень многие удивятся еще раз загордятся на за наши классные российские мотоциклы я им на урале езжу в полноприводном вот последнее время со здоровьем не неважно стало скорлением завязал вот урал черного цвета конечно это совершенно обалденный ретро лук мотоцикл и в связи с этим что для тебя байк даже не знаю что сказать ничего другого нету просто ничего другого нет все остальное интересует но слабо ну на уровне там поесть там поспать мотоцикл все время об этом какие-то мысли кинематика механика внешний вид ну и все что к нему положено то есть теперь вся жизнь она через призму мотоцикла да вот ничего не осталось я уже так возраст такой какой-то уже не молодежный ничего особо и не осталось я кстати совершенно на удачно вспомнил что у тебя есть книга и я не знаю и вы вышли вышли какие-то еще а что за книга и о чем она книга о поездках ну то же самое что в рисовании вот я называют аноидом мне кажется существует и в словах я вот пытаюсь писать рассказы и подыскивать какие-то необходимые слова чтобы донести смысл вот так книжка такая смешная немножко о каких приключениях дурацких как называется в поисках кослявый в поисках кослявый ребят дело в том что я не просто о ней спросил я прочел и долго думал очень очень советую и вообще вам еще расскажу это мото зима нынешняя она совершенно потрясающий яркий симбиоз абсолютно разных людей абсолютно разных культур и наложение культур то есть мне кажется советские мотоциклисты и мотоциклисты какие-то более современные молодые все таки даже тоже разные люди да ну да конечно все меняется эстетика мотоциклов меняется вот коллекция которые внизу это вообще шедевр просто то есть там даже не мотоцикл это даже скульптуры в общем сейчас можно назвать настоящая красота она очень часто проявляется как набирает крепость там как сигара как коньяк с каким-то с годами начинаешь ее понимать она обретает такие формы неотразимые неповторимый сил в сегодняшнем мире вот и коллекция конечно великолепная и вообще выставка вот ты спросил там вначале как мотарта видне мотарта самая мотозима вот хитро всех очень порадовал этим я уверен всем нравится все тусуются смотрят что делают вот коммерции здесь мало вот целом но веселое настроение такое слушай а расскажи расскажи еще вкратце паре полотен других а своих конечно пойдем туда подойдем вот удашки очень удачно вот этот мотоциклист эндурист она его часто показывает очень динамичный есть в нем вот есть некие вещи которым занимался мастер такой известный уль его зовут вот его многие знают интернет он часто печатают можно найти картинки его работ прав он работает применяя фото и материалы даже тоже попробовала вот эти рефлексы вот эти вот рефлексы они вот эти вот они прямо сделаны очень красиво мне очень нравится вот улья я не знаю он был лопнул от зависти наверно если бы увидел ты серьезно да в дашка пытается делать в том же духе и у него получается именно в колорите таком каком-то не неярком в каком благородном такого чем вот уль хорошим очень благородно берет и тема красивые девушки мотоцикла так а твоих а мои вот картинка такая нам повеселее может чем-то и более ранее но это называется жир жирная дорога дальняя дорога он едет такой вот смешной слон на мотоцикле урале свечки горят вокруг это я писал когда плохо видела и у меня все время такая радуга была перед глазами из огоньков вот пытался повторить что видно а вот говорят что на море ванна очень хорошо помогает для зрения я вижу здесь некие мотивы на в трубочке это никак не связано то есть не было случайно может там кто-то из соседей баловался и например тебе немного дыма засосало под дверь и и как-то повлияло это может быть на неожиданно на мой взгляд вот такого взгляда на какой-то сюр даже не знаю чем этот самый скажу знаешь это делу не относится и вот если хочется получить какое-то удовольствие от дыма там или просто от воздуха то лучше всего прокатиться на урале с коляской он устроен так аэродинамически что создается допустим за крупным автобусом вакуумный мешок который байтера засасывает на мотоцикле скорость увеличивается начинаешь сбрасывать газ и мотоцикл идет сам по себе там засасывается за автобусом вот я это очень часто применяю потому что там в этом вакуумном мышке кислородное голодание начинается и мотоцикл сразу обогащается бензином карбюратором кислорода меньше он придет вперед и ты получаешь кайф это голодание кислородного вот в основном вот так вот получаю удовольствие струбка это ну атрибут байтера просто обожаю твой чистый юмор спасибо тебе большое за интервью удачным потусить еще третья картинка послаливаешь сними слушай это твое не хочу просто навязываться это я сделал специально к этой выставке здесь вот шрифт мотоарт написан вот чтобы она какой-то такой имел принадлежность к чему-то не просто картинка к этой выставки называется дорога в рай попытался здесь из мотоцикла сделать некое такое символическое распятие показывающий что дорога в рай не так легко дорога в рай не так легко это просто прям просится на блин стену какого-нибудь жирнейшего байкерского кабака тонули спасибо тебе слав большое тебе спасибо старинная дача я люблю так стихи твои читаю с удовольствием правда да спасибо